День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым выпуском. Прямо сейчас мы находимся в том самом месте, которое принято называть Человейники. Друзья, я стараюсь чередовать наш контент. Мы показываем негативные истории, мы показываем позитивные, нейтральные, разные истории из нашей жизни. Сегодня меня пригласили в гости молодая семейная пара, которая покупает в одном из этих домов себе квартиру, где они жили до. Почему они переехали сюда, почему они ждали свои ключики в этом доме. Пройдемся по району, я вам покажу, что его окружает, что здесь есть. И почему люди с большим удовольствием покупают здесь жилье или с небольшим удовольствием. Во всем по порядку в этом выпуске прямо сейчас. На канале в комментариях мы с вами очень часто спорим, зачем покупать квартиру вот в этих Человейниках. А качество? Качество-то у них какое? Низкое. Но при этом вокруг нас строится огромное число этих домов. И люди с удовольствием или не с удовольствием сами несут свои... Смотрите, я сегодня прямо сценическую зарисовку делаю. Что это такое? Это денюжка. Так мало того, что дают денежку, подписывают ипотеку на 30 лет. И тихо, счастливы, платят, живут. И у них есть свой обоснованный, мотивированный выбор, почему мы купили здесь. И прямо сейчас мы с вами с этим познакомимся. Есть вторичка старая, проперданная, с клопами, с мышами. Или чистенькая, хорошая, надежная. Друзья, выпуск с очень глубоким взрослым смыслом. Без промедления мы начинаем прямо сейчас приятного просмотра. Знакомьтесь, один из главных героев этого выпуска, Влад. 28 лет. Влад, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и где ты проживал до? Мы сейчас находимся в жилом комплексе Люберецкий. Он находится не в Москве, он находится на территории города Люберцы, район Красная Горка. От нас, там, по левой стороне Некрасовка, город Москва. Сзади нас город Москва. А вот здесь такой закуток, это все относится к городу Люберцы. То есть слева, справа Москва, а мы посередине, но мы в Московской области. Но мы в Московской области. И прописка, соответственно, все-все вытекающее из этого тоже в Московской области. Все город Люберцы, Московская область. Когда мы сюда приехали, первый вопрос у нашего оператора. Покажи, пожалуйста, вау! Возле дома свой горнолыжный спуск. Правильно? Типа того. А если поподробнее? А если поподробнее, это бывший полигон твердых бытовых отходов Некрасовка. Сюда свозили бой после того, как разбирали гостиницу Россия. Ну, так говорят. Но, конечно, мы понимаем, что наверняка сюда еще что-то попало. Какой-нибудь обычный мусор. Недаром здесь, если посмотреть по контуру горы, сделаны газовыводящие трубы, из которых что-то должно проветриваться. Зеленого цвета? Нет такого? Знаешь, как в мультиках показывают, зеленый такой идет? Нет, нет. Ну, не зеленый, не такое. Ну, я так понимаю, по нормам безопасности так должно быть. Гора должна изнутри проветриваться, чтобы там никакие газы не скапливались. Поэтому вот она оцеплена. Тут новый забор поставлен. И вот черный, это как раз те самые трубы. Короче, а внутри горы живет Шрек и Фиона. Вы, возможно, уже будете глядеть, смотреть на эти кадры и вспоминать, что где-то мы здесь были. Вот конкретно в этом месте мы впервые. Ранее мы здесь не снимали. Но слева, справа мы уже бывали. Но исключительное отличие этого района в том, что он реально очень быстро застраивается. То есть из года в год здесь дома вот так вот просто растут. Я вам сейчас покажу кадры, которые вас будут встречать на подъезде, вот к этим районам жилым. Домов действительно очень много. Как бы за нашей спиной, например, старый фонд. Относительно старый, да? А здесь уже новое все. Соответственно, вот такая картина. Влад, ты мне расскажи. Раньше ты, насколько я знаю, проживал в Москве в районе Вишники. Да, это правда. Это был район Вишники. Значит, жил я в однокомнатной квартире. 35,7 квадратных метров без балкона на первом этаже дома 70-х годов постройки. Какая-этажка это была? Нет, это 11-этажный дом. А эту квартиру тебе дала во временное пользование бабушка? Да, это квартира собственности у бабушки. Она дала ее во временное пользование. Сама бабушка проживает со своим мужем в другой квартире. Слушай, ну знаешь, обычно там внук, бабушка, внучок, мой сладкий, мой любимый. На-ка тебе квартиру или фиг? Как это было? Нет, ну, квартиру дали во временное пользование, то есть для проживания, как бы не переписывая собственность, не там делая какую-то дарственную. Просто квартира, вот живи, надо развиваться самому, да, там, соответственно, с девушкой жить, семью строить. Поэтому поначалу была вот эта вот однокомнатная квартира. Таким образом, подводим черту. Сам ты по себе москвич? Да. Закончил ты университет, тебе дают возможность жить в квартире, за которую ты платишь только лишь коммуналку. Верно. И дальше все на тебе, все 21 год, там, после института, ну сколько там, 22, наверное, было уже? Ну, 23 с учетом магистратуры. А, даже 23 точно. Все, ты выходишь, и вот свободное плавание. Далее ты знакомишься со своей девушкой, которая на сегодняшний день уже жена. Уже жена. Ксения, героиня нашего выпуска. Ксюш, знакомишься ты с Владом, начинаете вы вашу такую взрослую жизнь в однокомнатной квартире на первом этаже. Но, с одной стороны, уже счастье, согласись. Ты заехал и живешь. Вот давай начнем, так сказать, издалека. Первые вот эти воспоминания, когда все вдвоем с молодым человеком, своя квартира, ну, как бы все, свой угол, я вот это имею в виду. Пришла вечером, ужин приготовила. То есть, ну, как это было? На самом деле все было действительно хорошо, потому что действительно это жилье, где мы можем жить вместе, видеть свое гнездышко. Поначалу мы, конечно, очень радовались такой возможности и даже делали там ремонт для себя. То есть, мы пытались это все обуютить, облагородить. И, наверное, 2-3 года мы в целом жили отлично, да, и не замечаешь каких-то моментов, каких-то негативных событий. А дальше начинается уже понимание, что у нас семья, что, возможно, скоро будет ребенок. И жить в однокомнатной квартире дальше просто не получается, потому что все-таки должно быть больше пространства. Я считаю, что у ребенка должна быть комната своя, потому что жить в одной комнате все вместе, это очень сложно. Поэтому мы стремимся, вот, 2 года стремились к тому, чтобы купить свое жилье. Вот. Также уже начались проблемы вообще в целом в квартире, потому что первый этаж, мы живем над подвалом. Бывало такое, что заходим, и у нас в квартире пар стоит. Пар прям? Прям пар. Бывало такое, что трубы не работают, одна труба в комнате работает, другая не работает. Постоянно вызывали кого-то тараканы. О, о, вот, вот, это довольно так. Да, я не могу сказать, что их прям в воду было огромное количество, но бывало такое, что я пришла, и на посуде, на чистой у меня бегает таракан. Я понимаю, что все, мне надо все перемывать. Мы вызвали знакомого, который нам все это обработал, но все равно они были. То есть от этой проблемы никуда не уйти, потому что и соседи, у которых эти тараканы живут, ничего с этим не сделаешь. Плюс у нас консьержка жила. Их там три даже, они менялись по очереди. Они застилали первый этаж коврами, пускали кошек. В общем, запах, вот это все, огромные минусы. Как бы мы там, мы поставили вот окна пластиковые, поменяли дверь, но как бы мы не облагораживали эту квартиру, все равно это однушка. Все равно немного страшновато мне было, если я оставалась одна, потому что первый этаж. В общем, как мы не пытались сделать из нее конфетку, оно не получилось. И мы поняли, что проще взять уже новый чистый белый лист, чем пытаться все переделать. Потому что, когда мы полы снимали, мы поняли, что там песок, то есть там надо все полностью заливать. А квартира не наша, и делать там вот какой-то очень классный ремонт дорогой, в этом тоже не было смысла. Поэтому приняли решение, что будем уже искать свое жилье. Ребята, как вам такое? Вот кто мне там пишет комментарий, то, что Машков, тебя то власти купили, то кто-то тебя купил, чтобы ты нахвалил вторичку. Ну вот, живой отзыв человека. Мы с Ксенией и с Владом, вот, можно сказать, сегодня первый день познакомились. Люди рассказывают как раз то самое, о чем чаще всего вы пишете в комментариях про вторичный фон. Тараканы, клопы, вонь, допустим, первый этаж, если вот как у вас там запахи из подвала. И вспомните, пожалуйста, то же самое копировать, ставить, только наоборот. С Татьяной мы снимали выпуск, Таня, привет, я знаю, что ты смотришь. Когда они переезжают, по сути, от вас, от соседей, вот в другом они ЖК жили, переезжают в Москву на первый этаж, и у них этого ничего нет. И вот тоже честный отзыв человека, потому что ну смысл врать. Все по-честному показываем. Таким образом, проживая во всем этом, вы понимаете то, что все, эта хрень полная, и встает вопрос о покупке. Параллельно с этим вы, естественно, работаете. Чем ребята занимаются, кем они работают, это дома за чашечкой чая, кофе, чем угостят, то и выпьем. А вы знаете, как оптимизировать бухгалтерию, так при этом еще и сэкономить? Нет? Тогда эта информация для вас. Вы должны понимать, что штатный бухгалтер не является гарантом своевременной отчетности. В любой момент сотрудник может уйти в отпуск, в декрет, сменить работу, да и просто-напросто уволиться. А обходится вам сотрудник бухгалтерии как минимум в 1 миллион рублей в год, а возможно даже больше. А еще нужно самостоятельно вникать в процессы бухгалтерского и налогового учета, так как ошибка вашего сотрудника может обойтись вам же в многомиллионные штрафы. А вот теперь представьте, что вы можете платить от 2000 рублей в месяц за полный комплекс бухгалтерских услуг с абсолютными гарантиями. Знаю, что это звучит как-то нереально, но вот Мака Эксперт уже на протяжении 10 лет предоставляет услуги, не имеющие аналогов на рынке. Кроме того, они по-прежнему на момент 2024 года удерживают цены 2014 года. В Мака полностью автоматизированы процессы учета. Каждый сотрудник Мака Эксперт выполняет ровно одну небольшую операцию. Благодаря такому четкому разделению труда вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. В вашем распоряжении несколько узконаправленных департаментов, которые при необходимости решат любой вопрос, связанный с ведением вашего бухгалтерского и налогового учета. Ну и, конечно же, неоспоримыми плюсами являются гарантии в виде полной материальной ответственности и экономии до 80% на содержание бухгалтерского штата. От Калининграда до Чукотки. От Астрахани до Хабаровска. Технологии Мака позволяют предоставлять полный спектр бухгалтерских услуг как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, находящимся в любой точке нашей необъятной родины. А основатель Мака Лыков Александр Коренной, дальневосточник, не понаслышке знает о всех трудностях, связанных с поиском в квалифицированных кадрах и содержании бухгалтерского штата как в городах-миллионниках, так и находящихся вдали от центра России. Именно поэтому Мака и окажет вам помощь со знанием дела в бухгалтерском и налоговом учете по всей нашей стране. И приятный бонус, теперь всегда первый месяц абсолютно бесплатно. Попробуйте сами и убедитесь, что работать с профессионалами это действительно комфортно. Ссылочка на МакЭксперт ждет вас в описании, а мы продолжаем. На дворе был 2021 год и вы с Владом принимаете решение о покупке квартиры именно здесь. Это двухкомнатная квартира площадью 65 квадратных метров по цене 7 миллионов 450 тысяч рублей. Берете вы в ипотеку подставку на тот момент 6,1. Какой у вас был первоначальный износ? Миллион 120. При этом дом еще строился, сдача была в 2023 году. Какой платеж у вас ежемесячный получается? 38. На сколько? На 30 лет? На 30 лет. А почему здесь, вот расскажи, пожалуйста, почему именно этот ЖК, этот дом, этот район, почему не что-либо другое? Так получилось, что, опять же, когда мы жили в Москве, нам надо было добираться до метро на автобусе. Это мог быть переполнен автобус, в который я могла просто не зайти. Потому что была неконечная остановка и с транспортом бывали проблемы. Поэтому рассматривали мы исключительно ЖК, который был бы около метро. Это было для нас в приоритете. Я работала в Майнфофисе и услышала разговор коллеги, который рассказывал, что она купила квартиру в Пике. Но это был ЖК Измайловский лес. И мы с мужем просто начали смотреть информацию по этому ЖК. Но поняли, что там тоже на автобусе надо ехать до шоссе энтузиастов порядка тоже 15-20 минут. И как-то мы начали смотреть, что строит еще Пик. Поскольку жили мы в этом районе, это Юго-Восток, у нас здесь родственники, мы начали смотреть, а что здесь есть еще. И увидели ЖК, который стоит просто около метро в 12 минутах пешком. И мы поняли, что это вообще то, что нам нужно. Потому что это и наше направление, это и близлежащие ЖК к метро. И огромное было на тот момент количество планировок. То есть мы как-то нашли этот ЖК, еще когда он только-только начал открывать продажи. Поэтому можно было выбрать и этаж, и планировку, и цену тоже. Потому что на одни и те же планировки тоже были разные цены. Поэтому можно было все выбрать. Поэтому пал выбор именно на этот ЖК. А вот сколько у тебя из подъезда выходишь и до ближайшей станции? Какая здесь метро? Как она называется? Лукмановская. Лукмановская? Сколько пешком идти? Ну реально. 12 минут прямо до платформы. А вы постоянно, частенько пользуетесь ездить, правильно? Не постоянно, но бывает. Мы с вами должны не забывать, что народ голосует рублем. Прямо сейчас мы отправимся в гости, посмотрим, что они купили и что там за планировка. Она действительно интересная, вполне возможно вас удивить даже. Но хочу сказать следующее. Три года назад они покупают квартиру. Ребята на тот момент по 25 лет. Проживают в квартире у бабушки на птичьих правах. Миллион 120 тысяч нужно отдать первоначальный взнос. Из них 160 тысяч рублей это помогли родители. Часть небольших денег была взята у друзей в долг. А основную массу денег они скопили сами. Но таким образом они покупают жилье, свое жилье. Хотели они там покупать, не хотели? Вот в этом выпуске мы с вами разберемся. Влад, как глава семьи, даст нам развернутый ответ. Но первым делом давайте сходим, посмотрим, что они вообще себе купили. Заехали они в 2023 году. И мы с вами попадаем в гости. Вот каждый выпуск, он по-своему чем-то интересен, чем-то уникален. Казалось бы, дома от пика. Ну, что здесь можно вам показать? Но в силу того, что сама по себе компания застройщик делает акцент, что у них много разных планировок. Ксения делает на этом акцент. Посмотрите, какую квартиру покупают друзья. Вот тогда идите чуть назад. Мы заходим с вами. Здесь нас встречает огромное прихожее. Все стены здесь все от застройщика. То есть ребята покупают квартиру готовую с отделкой и заносят сюда только лишь мебель. Сколько ушло на все то, что вы увидите, я вам расскажу чуть позже. Таким образом, прихожая. Раз, иди за мной. Тут же нас встречают сразу две двери. Пожалуйста. Ну, место реально, посмотрите, сами я вам показываю. И заходим сюда. И здесь полноценная гардеробная. Вот от застройщика. Так было продумано. Зайди, пожалуйста, со мной сюда. То есть места прям реально много для того, чтобы вещи все развесить. Все в одном месте. Ну, вот это, конечно, идея классная. Это первое. Далее. Здесь уже моделируйте под себя. Мечтайте, визуализируйте, что бы сделали вы, как бы вы это сделали. Первый санузел, ну, так называемый, гостевой. Понятное дело, что вот к этому всему можно очень сильно придраться, потому что дверь откровенно дешевая. Обои откровенно дешевые. Но при этом люди заезжают и сразу живут. 7,450 будет добро отдать за квартиру. И уже ты можешь там чем-то пользоваться, жить. Далее. Меняемся своими местами. Вот так потихоньку, потихоньку. И мы попадаем во вторую прихожую, которую на данный момент они обыгрывают отчасти как рабочее пространство. Потому что очень много работают из дома. И здесь, как я понял, у них по задумке сделать что-то типа, назовем его офисным пространством, рабочим пространством. Тавтология, повторяться не будем. Хотя, по идее, изначально, так подозреваю, здесь должно быть что-то типа какого-то шкафа установленного. Но опять же, на вкус и цвет каждый из вас, дизайнер, архитектор, может придумать, что бы сделал он. Далее мы уже начинаем переходить, скажем так, в жилое пространство. И здесь нас встречает такой коридор. Ну, первым делом пойдемте на кухню. Иди со мной. Здесь нас, посмотрите, кто сидит ждет. А? Девочка. Угадайте, как зовут Блэкки. Вообще, очень классная, такая позитивная, добрая, лоскуша. Прям все, нацеловаться бежит и все. Прям привет, ко мне пришли гости. Я же люблю что-нибудь озвучивать и посмотреть. Блэкки, привет. Привет. Как твои дела? Ты пришел ко мне в гости, давай я тебе все покажу. Кухня у нас, в принципе, тоже по современным меркам для таких квартир, ну, большая. Это не шесть квадратов, как мы видели, например, в старом фонде, где проживали до. Ну, здесь на тебе. Подчеркиваю, кухня, это само собой уже не от застройщика. Окна и вид из окна. То самое, о чем говорила, например, Ксения. Открываем окно. Подойди, пожалуйста, покажи. Сейчас зима, гора у нас в снегу, то есть такой типа горнолыжный склон. В летнее время она будет зеленая. Вон там внизу парковочные места идут. Вот эти места стоят 5,5 тысяч рублей. Вот только что прям было видно, как мужик из трактора открыл дверь, швырнул какой-то мусор и закрылся обратно. Просто зафиксировали его на камеру. Здесь будет поликлиника, соответственно, ну, а под домом стоять будет школа, там, тире детский сад. Мы идем с вами дальше. У нас есть второй санузел. Назовем его уже вот такой хозяйский, полноценный. Здесь точно так же унитаз, здесь ванна. Соответственно, в силу того, что пространства много, здесь по задумке можно запросто было поставить две машинки. То есть одна стирает, другая сушит без проблем. Далее. Две двери, две комнаты. Вот эта комната больше. Изначально, как бы, по задумке, это должна быть гостиная. Но они сделали наоборот. Они хотели, чтобы у них гостиная, их спальня была больше, больше света, больше пространства. Тем более, эта квартира угловая. Здесь у нас идут два окна. Частенько бывает, люди не совсем любят такие квартиры, потому что может задувать, продувать. Об этом мы еще поговорим. Но зато здесь есть свой жирный-жирный плюс. Это большое количество света. То есть я, например, люблю так же, чтобы в квартире было много света, чтобы ты проснулся, вышел. Особенно, когда солнечная погода. Ну, вы представляете? Это здорово. Вот здесь есть интересная такая технологическая особенность от застройщика, что возле нашего окна корзина с кондиционером. Но кондиционер этот не наш. Это кондиционер соседа, условно, снизу наш. Кондиционер выше. Ну, сама вот этот, сам по себе блок. Точно так же в эту сторону. Покажи, давай, вылази, так сказать, в окно. Вот. Что мы с вами видим? Снизу опускаю вниз. Прогулочная зона. То есть дети бегают, играют. Опять же, нормально это, ненормально. С одной стороны, здорово, что это есть. С другой стороны, вот тротуар, потом дорога. За детьми следи, проблем не будет. За детьми не следишь, проблемы могут быть. Ну, и вот они такие домики. Какой-то салатовый, какой-то серый. Там дальше уже выезд в Москву. Вот так вот. То есть, каких-либо изысков здесь, что там, я не знаю, парки, еще что-то, ну, нет. Вот такой вот новый район. Вполне возможно, что дальше будет. Это, опять же, нужно смотреть карты развития территорий, карту развития района. Вот это мне понравилось. Смотрите. Крутейшее инженерное решение. Скотч всему глава. Посмотрите. Стоит цветок. Ксения отмечает, раз он упал, муж вопрос решил четко. Вот, смотри, Наташа, иди покажи сюда поближе. Вот так вот. Все. Теперь больше никуда не попадут. Все, он теперь под контролем. Ясно? Используйте идею. Далее мы заходим с вами во вторую комнату. Это на сегодняшний день гостиная с потенциалом на будущее. Это может быть детская. С потенциалом на будущее-будущее. Двушка продается, покупается трешка. Ну, вот пространство. Сила того, что ребята живут вдвоем. Диванчик удобный, завалился, телевизор, Xbox, если я не ошибаюсь, и можно зарубаться. Что нравится? Да, высокие потолки это, конечно, подкупает. Нравится, что окна большие в силу того, что много света. Ну, и, конечно, с появлением детей это все закрывается, ставятся детские замки, чтобы ни в коем случае никто там не открыл и никуда в окно не лазил, не смотрел. Вот такая квартира. Как вам? Пишите ваше мнение по планировке в комментариях. Слушай, ну, ты услышала отзыв подруги, что она покупает. Ну, коллеги на работе. Пик. Ну, частенько люди начинают залазить в интернет и читать отзывы. А отзывы про новостройки сегодня, ну, абсолютно разные. Есть люди, которые ими действительно прям довольны. И вторичка, это все для них вчерашний день хорош, не надо. Есть те, кто покупает новостройки, а плевались, потому что бесконечные проблемы, ну, либо длительный срок проблемы. И, соответственно, негативный отзыв получается. Ты же, когда все это изучал, наверняка посматривали уже выпуски наши, мы снимали тогда. У вас с мужем какой диалог на кухне был? Типа, ну, что, берем, все норм будет или как? Ну, ты посмотри, с вами 25 этажей один дом, 24 другой дом. И здесь в округе просто высотки, прям реально высотки. Это каменные джунгли. Мы для себя поняли, что мы хотим только новострой, потому что мы молодая семья, мы хотим развиваться, мы хотим строить свою семью. Мы рассматривали только исключительно двушки или больше комнат, только не однушки. Читали отзывы, конечно же. Но мы решили пойти другим путем. ПИК предоставляет возможность посмотреть на свои квартиры. Мы записались в несколько ЖК, посмотреть, какая отделка, какие окна, как это все будет происходить. И, честно говоря, мы только в очередной раз убедились, что это то, что нам нужно. Нам понравилось то, как они делают ремонт, то, как это будет выглядеть, какие большие окна, потому что во вторичке таких окон нигде нет. Плюс, когда все-таки уже есть отделка в квартирах, нет шума от ремонта. Но его не так много. Поэтому это, в принципе, огромный плюс. Короче, друзья, как вам? Вот я говорю. Все отлично. Это больше похоже, знаешь, на что, что Ксения, и такая внизу подпись, Ксения, руководитель отдела продаж компании ПИК, номер телефона, записывайтесь, на показ все вам покажем, расскажем, ну согласитесь. Слушай, Влад, ну ты-то мне вот расскажи, у тебя машина есть, правильно? Да. Что за тачка? Лада X-Ray. X-Ray. А где он стоит далеко? Он стоит на платном машином месте, которое рядом с нашим домом, вот с той стороны, у подножия горы. Сколько машином места платное стоит? О, 5500 в месяц. Ну, нехило тоже. Друзья, вот смотрите, по-живому вам показываем, мы находимся на так называемой придомовой территории. Она же внутренний паркинг. Открытый общий паркинг. Сегодня понедельник, время там порядка 11 часов дня. Вот. Что скажешь с точки зрения вывоза, снега, мусора, вообще такие вот бытовые услуги, потому что коммунальные службы, управляющие компании, зачастую люди хаят. Вы что скажете, просто снегопад большой был или что? Ну, действительно, есть проблемы с вывозом мусора. То есть, как мы видим, это если машины места, которые бесплатные, которые строились застройщиком, закладывались, они, как правило, переполнены машинами. А зимой, еще вдобавок ко всему, они переполнены снегом. Сюда практически не доходят коммунальные службы, только если люди сами возьмут лопату в свои руки и что-то где-то расчистят. Слушай, ну вот ты сам скажи, вот на самом деле, как вот, может быть, все-таки просто жена поднадавила на тебя, сказала, типа, Влад, мы будем жить в новостройке за МКАДом. А ты-то сам в Москве прожил, родился, рос. Да, в этом... Хочется обратно пойти, да? В этом, на самом деле, главное противоречие получается, потому что хотелось-то, конечно, в Москве, но по тем ценникам, которые были уже в 2020-2021 году, а это уже после ковидные такие времена, да, то есть уже начали цены расти, единственные доступные варианты были либо где-то на юге территории Новой Москвы, да, но там дома сдаются где-то аж там 25-26 год, либо вот здесь, на окраинах пригорода, да, то есть вот рядом с Москвой, как я говорю, у нас здесь на противоположной стороне улицы город Москва, у нас здесь Люберцы, но сразу цена. Если здесь квартира двухкомнатная стоила в 2021 году 7,450, то на территории города Москвы такая же квартира выходила уже в 13-14 миллионов рублей. А народ голосует... Рублем. Все, ребята, вот вам весь ответ. Глядя на эти дома, так и хочется сказать, что это доступное жилье, и те цены, которые ребята озвучивают, те цены, которые были со ставкой, да, вот 6% ставка, ну, так оно и должно быть. Я бы назвал вот эти все районы неким таким перевалочным пунктом вот для молодежи. Вы здесь все собрались, работаешь, ну, у тебя есть же мысль, да, в голове то, что я еще вернусь, это еще не конец, что ты заработаешь бабок и потом купишь квартиру, пусть тот же самый новострой, но уже в Москве. То есть в саму Москву вернуться хочется? Ну, на самом деле, мысли больше не столько вернуться в Москву, сколько уйти в частный сектор и построить дом. А, то есть ты домик хочешь. Ну, а домик ты где хочешь? Где-то здесь или прям подальше? Ну, подальше, чтобы это была доступность хотя бы до ближайших станций метро, ну, электричек, да, их же сейчас в МЦД переделали. Вот поэтому где-то там. Ну, чтобы можно было и до Москвы добираться в случае необходимости недалеко, но и при этом не было вот как каменных джунглей, не было проблем с парковками, и ты сам себе хозяин, ты сам строишь, да, там свой дом какой хочешь, делаешь какую угодно, там, квадратуру, есть свой участок, ты на нем чем-то занимаешься, вот, потому что в квартире, конечно, ну, скучновато. А откуда такая тяга вообще вот у тебя к дому? Что, может быть, видео смотрел у бабушки, я не знаю, там, в деревне, когда ты жил, откуда вообще жила? Да, было так, и в деревне жил у бабушки, и родители мои тоже строят дом, он в стадии уже там внутренней отделки находится, очень много там места, там порядка, наверное, там с подвалом, квадратов там 600-700, вот, поэтому, конечно, смотришь на все это и понимаешь, что, да, действительно, это уровень, тут хочется жить, тут много места, можно спокойно разместить гостей, можно устроить какую-то вечеринку, никто не будет жаловаться, что ты поздно слушаешь музыку, да, там, еще какие-то проблемы, в караоке поешь, да, вот этого, конечно, очень хочется, этого не хватает. Если бы была возможность сегодня вот эту двушку копировать и вставить на вторичный фонд, но в Москве, прям где-нибудь неподалеку от метро, не первый этаж, там, этаж седьмой, например, 12-этажного дома, что вы скажете? Мне здесь очень нравится, потому что у меня здесь вообще все есть, мне, в принципе, не нужно никуда, в принципе, и ходить, есть и магазины, вообще, какие хочешь, есть спортивный зал, за моей спиной поликлиника уже прям скоро, да, 9-этажная, детский сад также за моей спиной, вот, также скоро сдается, через дорогу школа, все услуги, которые только могут быть, они здесь есть, плюс, я скажу, что не так много здесь народа, то есть, в принципе, нет такого, что вот, прям какое-то стоплотворение здесь, нет, такого нет. О чем мы думаем, конечно же, всегда хочется больше, то есть, мы, когда жили в однокомнатном, казалось, что вообще отлично, двухкомнатная, сейчас, конечно, я уже понимаю, что мне бы хотелось там и детскую, и гостиную, это все было бы, в трешке еще было бы лучше, поэтому, возможно, все как-то мы поменяем в будущем, но сейчас мы очень довольны и районом, и квартирой, и даже нашими соседями, что очень странно, вот, потому что во вторичке тоже какой минус, в основном живут люди не молодые, даже вот, просто не молодые, здесь все-таки можно с кем-то подружиться, мы на этаже общаемся с соседями, ходим друг к другу в гости, поэтому это огромный плюс, мы все здесь примерно в одном и финансовом каком-то положении, у нас у всех какие-то планы примерно похожие, то есть, здесь люди все семейные, одного примерно возраста, поэтому нам здесь вообще и интересно, и приятно жить, и комфортно. Слушай, а что бы ответил людям, кто напишет в комментариях, что вы все живете в гетто, это, ну, каменные джунгли, это муравейники, человейники, и все это хрень полная, и вы здесь просто от безысходности, потому что другого варианта у вас нету, как бы согласишься с людьми, не согласишься, чисто твое мнение. Ну, на самом деле, другие варианты были, мы же могли купить и где-нибудь, как я уже говорил ранее, на территории Новой Москвы, потому что машина есть, и там транспорт общественный, он, в принципе, ходит, но здесь мы выбрали жилье, вот если посмотреть, да, это все башня, здесь нет такого эффекта каменных джунглей, еще когда у нас окна выходят вот на ту сторону, на сторону горы, на сторону метро, то есть, создается такой, как бы, объем и пространство, нам этим и приглянулась там квартира, которую мы выбрали, и планировка. Вот, с другой стороны, конечно, ну, если были бы варианты, конечно, брали бы в Москве, рассматривали бы какие-нибудь там, ну, за трешки, понятное дело, райончики, но там еще ближе там к центру, да, еще ближе к рабочим местам и так далее. Короче, ребята, здесь я просто хочу лишь подвести такой итог, что в большинстве случаев, сколько мы снимаем, идеальный вариант, ну, это лично мне так кажется, что все-таки люди выбирали бы квартиру, например, если не на вторичке, то в хорошей вторичке, в проверенной, где нет тех проблем, которые вначале озвучила Ксюша, с чем они столкнулись, чтобы была та же самая двушка-трешка, ну, лучше всего трешка для семьи в Москве с хорошим балконом, большим неподалеку от станции метро, чтобы ты мог выйти там 7 минут, да, 10 минут пройтись, ну, да, порядка 10 минут, все блага там, и, конечно же, что, загородный дом, все, да, 3-4 дня ты за городом, ты приехал в Москву, дела свои порешал, вот это вот, как мне кажется, прям вот эта золотая середина, когда у тебя есть и то, и то, и дом еще, знаешь, где, в поселочке в закрытом, чтобы там, да, присматривали за ним. Ну, да, охраняемая территория, чтобы можно было приехать туда со своими руками, что-то поделать, пожить, а когда надоест, перебраться обратно в квартиру, в город, там, войти в рабочий ритм, ну, и, собственно говоря, так вот, из места в место перемещаться. Друзья, значит, смотрите, в силу того, что у ребят нет пока детей, я вам просто дам комментарий, когда возле дома детский сад, там, тире, школа, это, конечно, замечательно, вопрос лишь об одном, когда он будет сдан, и когда у них, там, допустим, появятся дети, или те, кто купят завтра здесь жилье, вопрос очереди, это всегда очень важно, как ты быстро в этот детский сад попадешь, не быстро, и сколько детей будет в группе, об этом важно помнить. Далее, поликлиника, то же самое, достроится, то есть, все вот эти районы, у них какие могут быть минусы, да, ну, вот сейчас мы стоим вот с таким ракурсом, ну, согласись, непрезентабельно вообще, то есть, ну, ты глянь, сколько снега, все тачки в снегу, мусорки сейчас после выходных переполнены, при этом, как подавать информацию? Можно подать ее так, что, ну, хрень, брошенное место. С другой стороны, ну, вот, я не знаю, слышно, не слышно, трактор ездит, расчищает, машина подъехала, снег собирает, то есть, будут вывозить, мусор, наверное, к концу съемочного дня уже вывезут, то есть, ну, в любом случае, да, объективно, это не прям брошенное место, хотя, я у них спросил, ну, жалобы здесь есть на вывоз снега, то есть, наверное, везде есть, вот, а я живу в Москве, у меня нету жалоб. Целый день вчера снег расчищали. Далее мы идем, все вот эти высотки, вот, я, на самом деле, тоже, когда на них смотрю, как представлю, жил бы я где-нибудь там, этаже на 17-18, вот вопрос с этими лифтами, потому что лифтами, лифтами, как правильно, вопрос с этими лифтами, когда утром ты выходишь, говорят, люди в пробках постоянно стоят, если, не дай бог, эта пожарная тревога сработала, ложная, все это опускается вниз, то есть, вы понимаете, такие, вроде, вещи, с одной стороны мелочи, но, с другой стороны, это безопасность и, самое главное, это дискомфорт для жизни. Ну и ключевой момент, лично для меня, лично для меня, вот Ксюша отмечает, все есть, да, с точки зрения магазинов и доставок, это вообще не проблема сегодня. Ты вот в телефон, в майфун свой тыкаешь так вот пальцем, и тебе все приносят, вон там, все магазины сетевые, прочее, прочее, тебе все принесут, а выйти погулять-то куда? Ну вот куда погулять, ты вышел и здесь по дворам бродить. Если даже какой-то один парк и есть, то какой у него будет всегда минус? Ты к нему очень быстро привыкнешь. Вот мы живем рядом с Царицным, казалось бы, шикарный, легендарный парк. Мы туда регулярно ходим, но все равно нет-нет, он приедается. Месяц-два не походишь, опять пришел здорово. Ну, понимаете, здесь же все-таки такое местечко из серии, как я их называю, скворечник для того, чтобы птичка прилетела, птичка поспала, птичка улетела на работу, все. То есть такой перевалочный пункт. Но опять же, по сегодняшним ценам, 2024 год на дворе, двушка с отделкой, понятное дело, застройщика, можно сказать, что отделка там на 2 балла, дешевая, но это уже на вкус и цвет на любой кошелек, но 7,450 за 65 квадратов. Получается, выходим на заднюю сторону дома, то есть это точно так же, тротуарчик здесь можно пройти. Такая картина получается, что здесь забор, а здесь, смотри, налить, вот это вот без проблем может упасть наголу, это реально не то, что может, это вопрос времени, упадет она наголу или она просто упадет. В этом плане, к управляющей компании, какие вопросы, ты вот как молодой парень, 28 лет, ты не следишь за этим, там, чат, я не знаю, там, обращения людей отрабатывают, не отрабатывают, что вообще говорят? Слежу, я, в принципе, и создал здесь чат нашего. Слежу, создал чат нашего дома, вот, соответственно, и где мы активно пытаемся все вопросы решать, если вдруг управляющая компания не помогает, то мы пишем заявки в Добродел, они очень как-то в приоритете отрабатываются всегда, там, видимо, какой-то дополнительный контроль идет за этим, но с точки зрения уборки снега, как-то все все равно вяло. Будут люди сидеть на этой лавочке? Не будут, но все равно, когда ты выходишь, и у тебя вот так расчищено, оно больше уюта создается. И это не таких больших денег стоит, это было бы приятнее. В тот же момент, я когда стою здесь, я вам серьезно говорю, мне здесь, конечно, так тяжеловато, то есть, как будто это давление, очень много домов, искать себе парковочное место куда-то втыкаться, ну, понятное дело, я был бы клиент, скорее всего, вот этого места, куда за 5500 ты приезжаешь, свое место расчистила у лопаты, и все, ты уверен, что машину можно поставить здесь близко. До метро 12 минут, до центра города, ну, я думаю, минут там 45, ты где-нибудь уже там на театральной, на Красной площади стоишь, ну, просто как точку локацию, чтобы было понимание, сколько ехать. Вот. Что здесь делать? Я не знаю, в магазинах есть, в принципе, все самое необходимое, есть служить, то есть, ты сюда приезжаешь, именно вот ночевать, переночевал, дети в саду, в школе, народ есть, то есть, тут уже выводы делать только вам, поэтому я всегда стараюсь быть максимально объективен. Где люди недовольны, я даю им высказаться, где люди довольны, я даю им высказаться. Какие-то моменты, как наблюдение, я вам подсвечиваю. Потом на автомобиле, который вот сейчас массово, да, из-за того, что снег навален, машинам парковаться негде, все начинают парковаться в 2-3 ряда, вот, но это, конечно, проблема. Некоторые утром просто не могут найти соседа, который бы отъехал и отпустил себя на работу. Далее, вот так приезжаешь с работы, воткнулся в сугроб на чудо найденное свободное место и отправляешься домой. На первых этажах, само собой, коммерция, вон они, разливнухи, алкогольные магазины, рукой подать, на лифте, в шортиках спустился и назад. Я вот считаю, что это такое, надо дело убирать, запрещать прятать. Мы с вами заходим в подъезд. Силу того, что дом свежий, ему буквально там год, как люди заехали, конечно, люди хвалят, в частности, Влад. Смотрите, подъезд большой, пространства много, все новенькое, запах приятный. У них в доме на первом этаже кофейня и пекарня, запах такой вот булочками. Ну все хорошо, не так, как было раньше. Более того, у них есть минус первый этаж, где, к сожалению, скрывается неподземный паркинг, но тем не менее, тоже приятно, это кладовки. Давайте посмотрим, что они там себе купили. Так, заходим, с вашего позволения, можно же подснять? Да, конечно. Смотрите, друзья, ну вот она, чем не роскошь, да, вот в чем-то, конечно, жирные плюсы новостроя есть. Когда ты приходишь, вот покупаешь ты себе дополнительную площадь, здесь у тебя какие-то сезонные вещи могут лежать, елочку разобрал, чемоданы, шкафы, шины, в этом плане, конечно, круто. Опять же, не забывайте то, что потолки здесь высокие, а вот эту сетку это вас ограничил застройщик? Блин, видишь, как вы гидро сделали, потому что по-хорошему сеточку бы на полметра повыше поднять, у тебя, соответственно, площади полезного пространства становится больше. Слушай, а сколько квартир на этаже? Ой, получается порядка 13. О, ну это много, блин. То есть одно крыло, на нем 6 квартир, другое крыло, на нем 7 квартир, потому что у нас вот в том крыле в основном студии, поэтому там больше квартир. Да, в том крыле больше студий, в этом крыле больше двушек. Слушай, поэтому 4 лихта. А вот у вас, получается, здесь, здесь, есть студии, много студий, потом идут двушки сразу или однушки тоже есть? Однушки тоже есть. Потом двушки и трешки. Двушки и трешки. Наверное, одна-две. Две трешки на этаже, да. Четырехкомнатных нету? Четырешек тут нету. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный. 8 800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег, но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. И все то, что вы видите 7,450 плюс миллион сто. Ну да, ориентировочно. Плюс-минус то, что вы занесли. Все, можно жить. А на сегодняшний день подобные квартиры в силу того, что дом уже сдан сколько? 13, ты говоришь? Около 13, да. Вот так вот. Еще самое главное, что ставка по ипотеке в силу того, что это уже вторичка 20, ну не 20, там 18, но сам смысл в том, что очень высоко. Слушай, Ксюха, расскажи, пожалуйста, про свое образование. Вообще, что ты закончила, на кого ты училась? Я 4 года проучилась на специальность бухгалтерский учет-анализ аудит и 2 года магистратуре по экономике, где мы познакомились с мужем. И начинала работать с бухгалтерией, сейчас уже работаю финансовым менеджером, строю финансовые модели. Вот расскажи кратко, что ты делаешь, то есть это какая-то крупная компания, маленькая компания? В разных компаниях успела поработать, в крупных и в небольших компаниях. В основном это сбор расходной части, то есть компания тратит деньги, не знаю, на перевозку, на закупку товаров, я должна собрать все эти расходы и показать, какой у нас финансовый результат. То есть есть доходы, минус расходы, вот все, что мы получили, по итогу чистая прибыль наша. Это все. Отвечай только быстро. Хорошо. Мы считали дырки в сыре, 3 плюс 2 равно 4. Опа, попалась, а? Вот так вот. Но в самый последний момент задумывался, что-то не то, видишь, как бы компьютер-то сработал, обманул, подловил. Людям, я думаю, будет интересно понимать, сколько на сегодня можно зарабатывать в той сфере, чем ты занимаешься. Я сейчас выбрал для себя более свободный гибкий график. Сейчас вот с января этого года я перешла полностью на удаленку. У меня зарплата упала, я сейчас работаю за 110, но при всем при этом я могу себе позволить работать из любой точки мира и у меня более свободное время есть на свою семью. Ну вот сколько ты в день работаешь? Работаю также 8 часов, просто в 6 часов я уже дома, мне не нужно ехать на метро, тратить на это время на дорогу. 5-2? Да. Вот сегодня сколько было бы неплохо зарабатывать, чтобы ты вот, допустим, прям была бы довольна зарплата, вот именно зарплата. Я понимаю, то, что можно сказать 10 миллионов, там, не знаю, 100 миллионов, ну, из реалий. Наверное, вообще хорошая зарплата по там 250 тысяч на каждого человека, когда у вас полмиллиона есть, вы отдаете часть там на ипотеку, на еду, и у вас остаются деньги свободные, которые вы можете тратить по своему желанию. Вот. Я, наверное, так скажу, что в целом это какая-то реальная цифра. Даже в моей сфере можно достичь такой зарплаты. Тут уже вопрос, что сам человек хочет. Хочет ли он ответственность, или он хочет быть просто наемным сотрудником, и, грубо говоря, вышел с работы и забыл про работу. Я, наверное, вот из этого числа, потому что мне не хочется после работы выходные думать о своем каком-то бизнесе, о какой-то своей там ответственности и так далее. Поэтому я, опять же, выбираю для себя удобство. Все-таки пускай это будет меньше заработная плата, потому что, в целом, если бы я ездила в офис на 5-2, я бы получала больше. Может быть, кто-то сейчас скажет, что это странный выбор, но сейчас хочется так, потому что мы молоды, у нас много желаний, хочется свободы. Согласен. На самом деле, я думаю, что многие тебя даже поддерживают, потому что я частенько вижу комментарии, когда люди прям очень много работают, вот такие прям, знаешь, трудоголики с утра до вечера, с утра до вечера. Их наоборот даже бывает осуждают, то что ну вот вы прям здоровье все свое кладете, а жить-то когда? Ну, если бы ты ездила бы сейчас в офис на 5-2, вот сейчас ты получаешь 110, а получала бы ты сколько? Ну, 160. Ну вот, на 50 тысяч больше, отсюда отнимаю время, отсюда отнимаю деньги на дорогу, на питание в офисе и все из этого вытекающее. И жить от выходных до выходных. Мы поняли, что мы так жить больше не хотим. Слушай, Влад, расскажи ты про место работы, ты вообще сам чем занимаешься? Я аналитик в сфере внедрения программных продуктов на базе 1С. Айтишник? Ну, да. Ну, простыми словами можешь у человека объяснить, ты сидишь за компьютером и что ты делаешь? Я отрисовываю бизнес-процессы, то есть заказчик приходит, говорит о том, что он хочет автоматизировать, например, финансовый учет. Хотят, чтобы у них бюджеты строились, собирались по ним, плановые, фактические, значения, хотят казначейство автоматизировать все. И мы сначала описываем, обследуем компанию, описываем, говорим, как это должно выглядеть, потом моделируем на базе каких-то программных продуктов, показываем, как это будет выглядеть, собираем обратную связь от заказчика, ну и дальше уже внедряем программу. Ну вот давай, на сегодняшний день просто из серии любопытства на твоей должности, вот, если ты, конечно, можешь сказать в открытый, сколько у тебя удается зарабатывать, или хотя бы какую-то вилку, плюс-минус, сколько можно делать? Ну, вилка от 150 до 250. Ну, ты вот где-то посередине или как? Ну, плюс-минус, да. Ну, хватает? Ну, конечно, хотелось бы больше. Конечно, с учетом нынешних реалий, того, что вот мы, например, в этом году мы только за кухню расплатились, потому что все, соответственно, в кредит, но вот это тот случай, когда говорят с мамами, папами, кредитами, ипотеками, да, получается так, то, что, ну, как-то на 100 тысяч сейчас купишь, например, там квартиру, как купишь на первоначальный внос, когда оно с каждым годом все дороже, дороже и дороже. Поэтому, конечно, сейчас вот в реальности надо вдвоем получать тысяч, вот как моя жена сказала, тысяч по 250, для того, чтобы можно было и что-то откладывать, и тебе хватало на всякие развлечения. С точки зрения страха, что завтрашний день, нет денег, ну, вот бывают люди жалуются, что вот работы нету, а где мне работу взять? Я даже бывало, что-то встречал комментарий, кто-то написал, устроился на хорошую должность, а где взять-то эту хорошую должность? Вот как бы ты прокомментировала вопрос с поиском работы, хорошей работы? Я считаю, что главное не бояться менять работу, потому что общаясь с своими сверстниками, понимая, что, как ты правильно сказал, что многие боятся действительно поменять место работы, для них это страх, что завтра они останутся просто без денег. На своем личном опыте скажу, что вот за 8 лет работы, поиск работы, 2-3 недели занимал у меня поиск работы. Даже с моими запросами, сначала это был гибрид, сейчас это была удаленка, вот максимум 2-3 недели. Работы, ну, я, естественно, говорю за Москву, в Москве очень много работы. Любой, по любым областям, и те вот знакомые, подруги, которые боялись что-то поменять, изменить, когда они послушали меня, практически все сразу же сменили работы. Опа! Наступает вечер, и поперли. Смотрите, пультики от Иксбокса. Один рубаешься, или жена тоже играет? С женой периодически Mortal Kombat играю. Ну, ты подсадил. Нет, она меня подсадила. Она? Она Mortal Kombat? Да. Вот так вот, друзья, видите, такая тишина, спокойствие, вечером драки. В Mortal Kombat, это там, где когда бьешь кровь, да, в разные стороны летит? Да, кровь в кишке месиво. Вот это вот, когда фаталити, это сломал все кости, да, и сломал себе все пальцы, пока перебрал все кнопки, которые надо для комбинации. А что еще из игр есть? Такой, поспокойней. Поспокойней, ну, я люблю всякие там, RPG, симуляторы, стратегии, вот, я там играю во что-то типа, там, City Skylines, что-то градостроительное, в Diablo какой-нибудь можно побегать, также с другом, знакомым, во всякие викторины поиграть, настольные игры тоже адаптированы в Xbox, там есть Monopoly, есть там разные эрудиты, и все прочее. Сейчас всего полно, блин. Расскажи, какое хобби, чем ты занимаешься? Вышиваю. И что такое? Вот смотри, это Лебедя ты сделала, расскажи вообще процесс, производство, сколько времени занимает? Все зависит от свободного времени, потому что можно, не знаю, за месяца 3-4 сделать, можно, как я, за год, за два. Единственное, что после того, как уже работа закончена, ее желательно не просто положить куда-то в шкаф, а все-таки как-то красиво оформить. Я обращалась в багетную мастерскую, они мне сделали красивую рамку с паспарту, и здесь музейное стекло, оно не бликует, то есть, как бы лучи солнца не падали, картину будет всегда видно хорошо. А для чего это? Это просто для души? Это просто хобби, я люблю посидеть, помедитировать, это у меня своя медитация, люблю что-то такое вот, на моторику. А здесь? Алмазная мозаика, космос, делали вместе с мужем, он тоже заинтересовался процессом, но это, кстати, быстрее делается, мы, наверное, месяца за три сделали. Ничего себе. Да. Ну и в дальнейшем как, по стенам будете вешать? Пока стоят, и хорошо. Делаем. А, это в процессе то, что ты сейчас. Зимний пейзаж. И то есть, получается, это какой-то принт изначально, да, идет дальше, ты уже по нему собираешь? Да. Здесь просто клейкая подложка, и каждый алмаз, он проклеивается. Просто клеится, да. Ну вот согласитесь, в таких простых вещах душевный ролик прям действительно получается, люди показывают, чем они занимаются. Ну, как-то по-свойски так тепло становится на душе, когда это все смотришь, слушаешь. Когда я увидел Ксюшу, я ей сразу сказал то, что она очень сильно, как мне показалось, похожа на актрису из фильма «Кавказская пленница». А еще у ребят есть маленький козырь в рукаве. 28-29 лет. Кое-что они себе купили и построили. Давайте послушаем. Расскажи, пожалуйста, вот у тебя жена делает акцент, что вы купили земельный участок, построили там каркасник в Тульской области. Это отсюда сколько ехать примерно? Отсюда ехать в километрах 250 километров приблизительно, по времени 3,5 часа. Приезжаем и что там будет? Это поселок, просто земельный участок. Что это? Это поселок такой небольшой достаточно. Там нету в нем даже администрации, но есть там пару магазинов и почта. Он такой, то есть находится практически вокруг него лес. И почему именно там? Потому что там у меня дедушка рос, там, соответственно, бабушка же жила, тоже там периодически останавливалась, переезжали они на лето. И мы, собственно говоря, тоже там решили взять. У нас там еще родственники есть, которые туда приезжают. Поэтому какое-то такое семейное центр притяжения. А что вы покупаете? Земельный участок какой площади? Земельный участок купили 15 соток. Стоило нам это порядка 240 тысяч рублей. Ну, потому что коммуникации фигу. Только электричество по границе. Электричество уже подведено. 15 киловатт, соответственно, 3 фазы. Да, газ по границам можно подвести, но еще не подведен. Но воды нет, воду надо делать. Вы себе построили домик 50 квадратов? Порядка 50 квадратных метров, да. Почем он вам обошелся? Тоже где-то миллион 200. А дом для летнего проживания, естественно? Нет, утепление 200, как бы можно. И, в принципе, если отопление завести, можно всесезонно. Ну, сейчас как бы туда поедешь, там ни печки, ничего нету? Ну, пока еще нет. Мы его пока не утепляли. А если зимой приезжать, уезжать и просто его прогревать временно, то это ерунда получается, потому что перепады температур. Надо либо, чтобы он постоянно был отопленный и стоял, либо уж зимой законсервировать и уже весной приехать. Слушай, ну, это, получается, будет такая некая дальняя отдача, правильно? Да. Если, например, на летний период вы можете уезжать, и там уже полноценно... Ну, да, план такой. План был как раз иметь удаленную работу для того, чтобы можно было туда уехать летом спокойно, хоть на месяц, например. Потому что интернет там есть, там оптоволокно проведено по поселку. В принципе, все в этом плане достаточно комфортно. Ну, и параллельно занимаюсь участком, гуляя, отдыхая, купаясь на речке, ну, и, собственно говоря, работать. Слушай, друзья, видите как? А вы говорите, молодежь, не все потеряно, блин. 28-29 лет, и у ребят как бы нет желания в город, в клуб в ночной не хочешь потусоваться или потанцевать всю ночь? Это не наша тема. Кальян курить 10 раз, чтобы глада потом такая была, нет? Да ну какой, нет. Это все пройденный этап. Когда-то на этапе студенчества еще, да, хотелось всем этим побаловаться, а сейчас понимаешь, что наоборот, больше хочется комфорта. Спать в своей кровати, там, что-то на участке сажать какую-нибудь мяту, перчик, там, зеленушку, еще чего-нибудь. Наш человек-то. Это очень все захватывает, очень интересно, вот. Ну, как бы, ну да, ты правильно сказал, что это такая дальняя дача. А вот на этой позитивной ноте хочу сказать следующее. Все вот эти современные новостройки, это самая настоящая лотерея. Повезет, не повезет. Покупая на этапе котлована, сиди, гадай. Тебе достроят или тебя кинут, и ты будешь ходить с транспарантами, кричать, помогите, услышите нас, нас обманули. Опять же, здесь речь идет про крупного засройщика. Если у него, конечно, есть такие же проекты, которые бросили, не доделали, напишите в комментарии. Но вот в их ключе. Купили квартиру, удачное соседство, вроде бы как ни на что не жалуются, живут спокойно. Ну, из песни слов не вырвешь, я людей никак не перебиваю. Их мнение тут уже, что вы считаете, пишите, конечно, в комментарии. Соседство рядом с мусорной горой, это, конечно, жирный минус. Несмотря на то, что ребята на него стараются смотреть больше с позитивом, что на их месте ничего не построят, когда мы выходили уже в конце съемки, такой неприятный запах, как будто бы что-то горит мусорное, он присутствовал. Заметь, ты мне даже всегда говорил, что я как ищейка собака, я очень много запахов чую, у которых... В этом районе частенько на это жалуются, но при этом частенько об этом говорят, что нечего там бореть, ничего там не воняет, не выдумывайте, не придумывайте. Но вот именно выйдя, мы его немножко, конечно, ощущали. Возвращаясь в начало, народ голосует рублем. Влад сказал хорошую мысль, но, к сожалению, на камеру, что нужда привела их жить здесь. Хотели бы они купить себе просторную, свежую квартиру, там, например, на вторичке? Хотели бы. Хотели бы они купить себе новостройку, может быть, классом выше? Конечно, хотели бы. Хотели бы они большую площадь? Хотели бы. Все хотели бы по-хорошему иметь более продвинутые условия для жизни. Но денюжки, ребята, денюжки. Поэтому, когда ты приходишь, у тебя там есть миллион первоначального взносов, что покупать? Ну, вот приходят, люди покупают. Заработаешь больше, переехать, что называется, ты всегда успеешь. Поэтому, друзья, я постарался показать вам в этот воскресный день еще одну историю из жизни. Понравилось вам, не понравилось? С чем вы согласны, не согласны? Какой совет бы вы дали людям? Пишите развернуто в комментарии. Не добавить, не убавить. В следующее воскресенье вас будет ждать фильм ужасов из реальной жизни. Там мы сделаем подборку топ-5 или 10 историй, как людей кидают с недвижкой. На что они клюют, как они вляпывают, как они по незнанке расписался. Потом тебе штраф 18 миллионов при условии того, что квартира стоила 12 миллионов. И это реальные истории из нашей жизни. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые выпуски. Не добавить, не убавить. Все ссылочки на спонсоров выпуска ждут вас в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok